Да, слава Богу! Слава Иисусу Христу! Слава нашему Спасителю Господу! Так, сейчас... Так... У нас уже девятая часть. Уже девятый час нашего такого общения. Молитвы, встречи. Да, аллилуйя! Слава Богу! День Великой Реформации. Это, в общем-то... Сейчас... Не знаю, стоит ли сюда обращать. Посмотрим. Чтобы социальных сетей люди присоединялись, дам информацию. Для тех, кто... Для тех, кому не спится. Или кто хочет вообще пободрствовать. С пользой. Вот. Такой духовной пользой. Так, сейчас... Есть. И на Фейсбук. Еще раз. Так. Так что, братья и сестры, пятьсотлетие, со дня начала реформации. Приветствую всех. Паки и паки, что называется, снова и снова. Приветствую всех. Сегодня у нас такое... Ночь бодрствования. С 31 октября, вот, на 1 ноября. Ночь бодрствования, бдения. Такое, все ночное бдение. Вот. И главной такой темой этой ночи является, ну, юбилей Великой Реформации, будем так говорить. Юбилей. Со дня начала реформации прошло пять столетий. Закончилась эпоха, такая многовековая эпоха Великой деформации. Церкви, деградации христианства, которая продолжилась, ну, чуть не с самых константиновых времен, в общем-то, постепенно, поэтапно. Вот. И сегодня уже говорилось о доктринах, так, в очень такой интересной форме. Что моя доктрина, моя доктрина – это любовь. И вот, наверное, вот такая неразбериха доктринальная катавасия такая, знаете ли. И в христианстве имеет целью именно действительно отвлечь людей от истинного Бога, от любви Его святой. Чтобы действительно народ блуждал. Есть ведь ереси, да, есть заблуждения. Вот, я так по Писанию смотрю даже, по Библии, если, то там, где говорится о ересе, там имеется в виду именно дело плоти, значит, это коростолюбие везде имеется в виду, значит. И, значит, в общем-то, когда человек знает правильный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют, такие вот такие страшные, такие уродливые явления. Вот. Я так понимаю, что еретиков, ну, в полном смысле этого слова не так-то и много, в общем-то. Большей частью мы имеем дело, вот, значит, просто с заблуждающимися людьми. Заблуждение. Ереси – это заблуждение. Вот. А заблуждение подразумевает именно искренность самого вот заблуждающегося человека. Так что у нас на связи снова с нами, так что мы уже втроем опять собрались. Да, значит, епископ Кифа. С вами еще чуть-чуть. Да? О, вот чуть-чуть, это хорошо. Отлично. Слава Богу. Здорово. Ну, конечно, не надоел, я еще. О, нас до утра времен много. Да, да, да. Скоро уже, благо, да. Утро уже. Да, осталось не так много. Ой, я все это вот смотрю. Как раз помнили эту тему, и я вот тут раздумывал немножечко. Ага. И вот действительно, сегодня-сегодня поднимали вопросы добра и зла, законы и благодати. Да, 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 такие интересные вопросы глубокие. О смерти и жизни. Да. Но по ходу, по ходу, это основные вопросы, об которых, как это, трется, об которых спотыкается все и вся. Потому что, действительно, мы имеем дело, как это, с искренне заблуждающимися людьми. Да, да, да. Лишь потому, что они так выросли, они такими родились. Да, или родились в такой культуре, там, в традиции. Это люди искренне, действительно, каждый младенец, он учится врать раньше, чем учится говорить. Он учится манипулировать раньше, чем вообще соображает, где папа, где мама. И назвать это чистотой нельзя. Это извращение изначально. И после этого вот этим путем мы идем все. И вот то, что мы заблуждаемся, мы с самого детства заблуждаемся. Мы научены заблуждаться. Мы научены поклоняться идолам каким-то образом непонятным. Это естественно для человека, да. Рукотворному. Мы заложники наших органов чувств. Да. Чтобы видеть, слышать, чувствовать, осизать. И нам это нужно, это плоти нужно. Угу. Вот, чтобы чувствовать себя комфортно. И мы ищем любую лазейку, чтобы, действительно, вот этому старому человеку ухватиться за какие-то даже новые стандарты, в кавычках, да, и остаться просто живым. Просто этому старому остаться живым. Не умереть и отлипнуть, а держаться и рулить. И не важно как. Я буду самый маленький из всех апостолов или как-то еще, да. И это повод гордыни. Ну, я образно. Да. Вот. То есть, технически, это повод гордыни. Или наоборот, я там сделаю для Христа такое, как никто не сделал. Ну, да. И это тоже повод для гордыни и для смерти. Или я самый-самый падший. Это тоже. Да, 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 да. Я самый падший, самый низкий. Это многие мне писали. Самое главное, это самый-самый. Да. Во всем этом говорится. Да, значит, мне братья писали некоторые уже не раз, уже не два там. Я самый-самый наименьший, я самый меньший брат, значит, осмеливаюсь вас, значит, не учу вас, просто хочу как наименьший из них лучше подсказать. Короче, а дальше там такое идет, думаю, вау. Знакомая очень песня такая. Чисто технически это называется, любая попытка, да, эмоционально, любая попытка воздействовать на эмоции и для принятия решения, это колдовство. Ну, да, это колдовство, по сути, да, колдовство, да. Магия, оккультизм. Не важно, это осознанно или неосознанно. Неужели, мы выросли в этом, мы выросли в этом, мы все, что мы знаем, это это. И все. И тут у нас есть Христос, и мы его просто присоединяем к своей системе, извращенной системе ценностей. И он каким-то методом чуть-чуть прилепляется. и действительно вопросы вот этого закона что законы благодать там вместе или еще что-то или там ну такие моменты а а четко сказано в день когда ты вкусишь ты умрешь и все и неважно там уже следствие что ты будешь идолам поклоняться потому что бог отдаст тебя извращенному твоему же уму и и так далее вопрос жизни и вопрос смерти в принципе но вот это вот это краеугольные камни всего и по сути реформация была попытка вернуться к жизни хотя был такой человеческой попыткой почему но как-то моя личная жизнь это поиск раскопка копания в этих всех вещах учениях пониманиях вот постоянные вопросы к богу постоянные ставлю ставление под как это сомнение до всех доктрин всех слов всех обозначений и позволить просто букву открывать показывать и все полностью перестраиваются как-то но тут действительно вся моя христианская такая жизнь с духом святым это взял теологию поставил ее под сомнение меня увидел там правильные вещи увидел плохие вещи правильные взял на заметку плохие тоже идем дальше и все все это все эти моменты ну вот действительно я не знаю знаете можно говорить об исповедании христа правильно кто кто исповедует тот спасется а с другой стороны другая крайне из того что и он говорил человек просто зачитывался если любишь ты перешел от смерти к жизни если нет ты под властью смерти если ты не любишь ближнего и бога в тебе нет и тут противоположности полностью получаются и в них разбираться и вот тут действительно нам нужно обратить внимание на самые-самые-самые важные моменты на внутренние на любовь что что нам показывает и свидетельствует что бог с нами что вот вот такой бог нами уже живет а дальше переходить к следующим к следующим менее важным вещам вот действительно разобраться где закон который смертоносный где дерево познания добра и зла а где дерево жизни и перестать кушать от познания добра и зла вот в этом кажется реформации но в этом принципе принес это принес христос реформация христа нет церковь в этом до сих пор разбираются и спорят и убивают друг друга на этой почве и каждый раз я удивляюсь господь открывает каждый раз удивляюсь такой боже это ж настолько просто а он улыбается говорит ты знаешь все намного намного проще просто ты еще не в состоянии это познать простоту это да да эту простоту ты еще не в состоянии и каждый раз так и вот эта жизнь она увлекательна и интересно это приключение когда не на что опереться только доверившись голосу пойти за голосом в неведомое и поставить на кон жизнь чтобы бог в состоянии сохранить мою жизнь какой бог я даже не знаю о нем ничего но я ему доверил и мы идем вместе больше будет как авраам ну так он же был то отцом веры ну да в этом то и вера заключается доверие и так каждый раз и интересно так именно вот вот почему то именно реформаторская православная церковь это для меня тоже такая загадка которая идет куда-то просто ну все там все курс понятно уже а вот тут непонятно тут просто так как-то вот-вот пропасть спереди и и обещание бога и больше ничего да это взрывает вот да иногда вот я так рассуждаю да хотелось бы так стабильности какой-то вот как бы анонической анонические знание как бы понимание четко все спокойно как бы все без стрессово так социальный пакет да да все включено а здесь когда доброй ночи да а здесь конечно да ну но с другой стороны вот по стопам отца своего если идем нашего авраама вот а кто-то идет по стопам отца своего лота который даже посмотрел так естественно чисто о земля солдомская как сад вот так я пойду сюда конечно ли он поперся туда и потом на свою голову там а ты а там были да злые ребята эти говида вот так вот так что авраам я говорю отец верующих по духу да то он лот отец верующих по плоти даже священники не видя определенности пытаются бежать в определенность да вместо того что включать веру да 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 кстати да лексус а чем у вас беседа а вообще как бы поводом к на к ночному всему бдению все ночному бдению уже шести вечера до шести утра значит день великой реформации короче насчет малю тебе поговорили о благодати реформации насчетом и контр реформации насчетом о чем еще там ну короче обо всем уже вот и сейчас вот вот жизнь смерть новый человек ветхий человек слава богу так что такое евангельская молитвен православная молитвенная такое бдение бдение да классно и так и получается это закономерно старый человек он по-любому скатится видала поклонства он по-любому будет поклоняться до извращенному образу бога да по-любому потому что его нутро извращено ну да а новый по-любому даже в самом извращении самом самой тьме будет да да потому что и в иконе христа найдет и в музыке божественная да вот этот 3 во всем полностью вот пишет еще брат здесь совет дайте пить и бросить курить хочет бросить значит человек вот я вчера как раз об этом карасе говорил значит вот кифа может скажет пару слов улыбайся иисусу родной улыбайся иисусу просто христос центр общения аминь аминь такой глупый совет тебе просто улыбайся ему потому что улыбаясь мы принимаем радость любовь и мир и уже не отмажешься улыбайся хоть и улыбайся даже затягивайся и улыбайся пусть каждый вдох неважно сигареты или нет будет осознанием что он меня любит я любимый и можно вздохнуть глубоко и спокойно даже держать сигарету в руках я любимый у меня точно также было я покаялся все отошло одно дело курение но я со второго класса уже бросал курить бросал бросал начинал еще даже вот а когда же в баннику начали да то есть две пачки там альбора красного в день это для меня ну минимум три пачки три пачки три ой 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 прямо как отец бернард вальц в германии вот и как бы я вот хожу вот с этими монахами живу молюсь все классно только бросаю курить а я молиться не могу у меня там мультики голые бабы в голове да да и я молиться реально просто не могу физически что делать я убегаю беру сигарету закуриваю фух теперь могу молиться пошел молиться да интересно раскурил да раскурил помял а потом такой подумал а что я стою и трачу свое время если я могу и курить и молиться ага ну тоже правильно да и у меня реально получалось по минимум сорок молитв в день такой в католической церкви еще беру затяжку и в сердце своем отче наш ежи и си на небеси и такая радость наполняет да интересно такая свобода такая любовь просто божье присутствие валится на меня независимо что я стою сигарет Я просто начинаю молиться. И вот так по 40 раз в день. Через где-то два месяца я осознал, что я в принципе могу молиться и без сигареты. Так я же могу и так без сигареты выйти помолиться. Просто не надо. Это было просто попыткой убежать. А сейчас же могу. Пошел, вышел, молюсь. Получается. Еще больше любви на меня изливается. Вау, круто. Сигарет меньше, без сигареты больше. Конечно, я выбираю больше. Я просто день не покурил, второй не покурил. Но 40 молитв, как было, так и осталось даже больше. И потом как-то случайно утром я иду молюсь и встречаю по дороге своего одноклассника бывшего. Привет, как дела? Рад видеть тебя. И он достает сигарету, закуривает. Я вообще на полном автомате, дай мне. Я беру эту сигарету, затягиваюсь. И меня дым просто обжигает. Оно такое противное, такое левое. И я просто говорю, ну извини, родной, я тебе сигарету испортил. Я не хочу курить. Это была моя последняя сигарета в жизни. Но эти молитвы были таким благословением для меня. И не только во время курения, а еще больше стали благословением после курения. Потому что я не останавливался. У меня реально там по 30-40 молитв в день, там 5 минуток таких было. И это сыграло свою большую роль в моем знакомстве с Богом, в моем сближении с Богом. Вот. И все. Тут не вопрос бросить грех. Вопрос действительно через все идти к любви и благодати Божией. Так что я тебя, родной, благословляю. Аминь, аминь, да. Перестать париться, что тебе что-то не хватает. Бог прекрасно понимает все твои привычки, все твои слабости. И Он за это именно и умер. Да, точно. Чтоб это превратить в силу. Так что наслаждайся Его любовью, Его прощением. А это отпадет от тебя. Значит тут практиковать молитвы курения. Да, 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 да. Не, ну это... Не, не, а это... Люди могут и все природно понять, как бы, да. Да, я не потакаю именно курение. Ну да, да. Но, по идее, знаете, давайте перестанем лицемерить. Ага. Ага. А пожрать хорошо. Это за норму. Да, да. Гиблейский тоже плохо. Да, да, да. Тоже на черевогоде. Ну, если мы относимся нормально к покушать... Нормально, да. Так что мы не относимся... Почему плохо относимся к какой-то попытке снять стресс? Угу. Да, да, да. Ну, это просто вранье, мы себе врем. И лицемерим. Ну, да. Или там игровая зависимость, допустим. Или христиане там клемят брата, который курит, допустим, а сами постоянно там в играх сидят. Игровая зависимость. Или в социальных сетях там кости перемывают там. Да все, все оно, реально. Оно намного хуже. Оно рушит семьи и так далее. Никакое курение сильно семьи не рушит. Да, греху рознь, это правда. Но тоже вредно. Ну, я не за. Не, я понимаю очень. Я понимаю все. Я просто говорю... Я чтобы себя не оправдывать. Я иногда покуриваю, поэтому я... Я чтобы себя не оправдывать, чтобы уменьшать. Я 14 лет, будучи Кришной, там не курил. А тут так подкосило, что... Начал с пачки. Ну, правда, сейчас с пачки на 4 дня хватает. Так вот изредка. А бывает вообще день не курю. Бывает так, что могу ни одной не выкурить за день. Аминь. 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 Пусть Господь прямо сейчас так опьяняет тебя. Ну... Аллилуйя. Господь, я тебя прошу. Аминь. Да, да, да. Да. Просто наполни его раду, его сердце, безумной, безумной любовью и всех, кто слушает сейчас. Безумной любовью. Безумной любовью, да. Пусть с ума сойдут от твоей любви, Боже. Да. Да. Пусть станут одержимыми этим. Пусть это по-настоящему захватит их. Да, да, да. Да пусть не знают берегов, кроме твоих. Да. Кроме твоих берегов, да. Так будут исполняться дух. Аминь, да. Чтоб блыка не вязали. Да, точно, точно. Да, точно. Чтоб встать не могли сами по себе. Да, да. И дышать даже не могли, не то чтобы думать. Не то что курить, дышать без Бога не могли. Спасибо тебе, Иисус, за эту радость сейчас. Аминь, аминь, спасибо. Спасибо тебе, родной, за свободу, в которой нет попытки самому как-то расслабиться, успокоиться, снять стресс или что-то еще. Да, да. Спасибо тебе, Иисус. Класс. Еще больше, еще, 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 еще. Аминь. Разгладь Боже все извилины, сделай прямыми стези твои. Аминь, аминь, аминь. Пусть все будет простым и легким. Да, да, аминь. Класс. Аминь. Аминь. Вот так, классно. Слабые в вере, наших разговоров им слышать не надо. Тут вопрос тет-а-тет насчет курения и ответ насчет курения, а не для всех слабых в вере. Слабые в вере будем рассказывать про классность Иисуса Христа. Да, да, да. Что там, что там, лекция спешит. И про силу веры. Там больше, как раз. Да, Иисус вера. Класс. Да, аминь, аминь. Так что с чистой совестью пусть все будет. Аминь, аминь. Пусть не будет место осуждения, потому что кровь Христа нас оправдала. Да, аминь, аминь. Да, аминь. Да, что? Я тут просто по поводу, мы говорили искренности, да? Мы искренне заблуждаемся. Я когда-то раньше, помню, рассуждал, будучи индуистом ищем, что как так, вот искренность это чистота устремлений, да? То есть и как вот, ну сама искренность, да? Какое-то может быть заблуждение. Ага. И в Гите, там как раз, в Гите есть стих, Кришна говорит Арджуне, Слуге, что искренне верующий в Меня никогда не будет обманут. Тот, кто искренне ищет Бога, Он никогда не будет обманут. Ага. Вот. Я подумал, да, это хорошие слова, это правдивые. Но с другой стороны, в жизни своей я видел, что искренние ищущие люди говорят чушь. Да, там, ну врут себе. Просто тут речь, конечно, если человек, вера такая чистая, ну, как сказать, вот если представить, что не было бы отпадения. Ага. Вот там и человечество пошло по пути веры, да? Да, да. И действительно не было бы, но наша искренность сейчас, она преломлённая грехом, она преломлена вот этим, ну, скажем так сказать, злым началом. Злым началом, да, да. И поэтому ЭЦЕРАРА и первородным повреждением, как говорят отцы, повреждением. Ну да. И поэтому наша искренность несёт в себе элемент вот сосредоточения на себя, то есть, ну, я моё мне. Сто процентов. И поэтому наша искренность, она не совсем искренняя, она такая уже с фигой в кармане. Поэтому то, что, потому что действительно в идеале искренность это, ну, там правильно сказано, что кто искренне ищет меня, он не будет обманут. Это действительно, там если не подписать Кришна, да, можно подписать Элаим, Иегова или Христос, это будет честными словами, но просто тут речь идёт не о сегодняшнем человеке, по большому счёту. В нашем мире, действительно, мы видим, что человек искренний, вот он старается, а видно, что он делает глупость просто. Вот это я долго не мог понять. Потом сейчас я, ну, в последние времена понимаю, что это может быть. Сто процентов. То есть искренность и чистота – это разные вещи. Нет, это может быть одной вещью, но у нас это так, да. Ну да, искренний – это значит, я голый перед тобой, вот такой я есть. Да, чистота устремления, да. Со всеми своими приколами, со всеми своими глюками. Это искренность. А у нас как бы мы голый перед ним, но ещё при этом грязный. Ну да. Не просто с чистым телом, но ещё и грязи покрыты там. Да, да. И вот этого прикрываться, вот как раз вот это лицемерие. Да. Нет, встать, ну реально, если бы Адам сказал сначала, да, прости, я не знаю, разговор бы был другим. Ну конечно. Но Адам начал оправдываться. Нет, я не такой плохой. Это жена, которую ты дал мне, да? Да, да, да. Да, да, это баба, которую ты мне дал, вообще-то это ты всё замутил, твоих рук дело. Господь Адам придумал, да. Вот и сам и разхлёбывай. Ну вот он и сделал, послал Христа, но Адаму от этого не лучше. Да. Вот. То есть сказал, что эти руки не кралы, да, вот эти руки чистые, у меня есть теперь свои. Все руки не кралы, да. В своих глазах я прав, я чист. Ага. Это сделал Адаму. И мне плевать сказал, ну этой фразой он сказал, мне плевать, что ты вообще думаешь. И какой я в твоих глазах. Угу. Когда в своих глазах я чист. Ну, черта чёткое разделение. И тут как раз вот это, вот это наше. Ох, а вот я такой. Угу. А вот я со всеми глюками, а вот я со всеми приколами. Я не знаю, я называю это грехом, или я называю это хорошим, но я вот такой. Угу. И вот этот это всё берёт и... и делает что-то. Угу. Там уже не моё дело. Моё дело отдаться полностью. agency Настя. Да. Класс! Что-то я еще хотел сказать, я не помню. тема искренности это очень важно что-то еще еще боже напомни мне а насчет совести реально очень важный момент вот эти все вещи я говорил не для того чтобы оправдать курение для того чтобы очистить совесть чтобы пришло оправдание в жизнь а вот оправдание сделать свое дело божье то есть если совесть падшая совесть будет осуждать она еще хуже сделает она еще больше будет закона привносить еще больше попыток не грешить еще больше отдалять от бога то есть если мы делаем из осуждения мы слушаем больше дьявола мы действуем из ведения дьявола а не бога то есть совесть это ну такая штука реально если брать даже закон закон не основан на совести закон вот если так историю то вот-вот из библии то привели к иисусу блудницу то есть это не были грешники которые типа жаждали смерти это были правильные правильные люди которые хотели искупить грех то есть есть грех да за за такой грех смерть и если они не взыщут кровь не прольется да 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 господь взыщет со всего игра или то есть они праведные люди которые заботятся о стране а нации и они с камнями пришли чтобы совершить праведное дело и тут совесть вообще не задействована тут неважно ее ребенок будет орать да кричать плакать еще что-то мама нет они будут делать праведное дело в их понимание по закону совесть в законе вообще не задействована как говорят закон слеп ну как говорится закон слеп он ослепляет реально он ослепляет наш он это покрывало да которые ну покрыть этим покрывало и действительно то есть у тебя когда у тебя есть что делать тебе не нужно ведение то есть согрешил принеси жертву и все нормально и евреи абсолютно прекрасно понимали что да я грубо говоря там нарушил субботу голубь должен умереть жалко птичку ну что делать и все то есть абсолютный расчет нету совести и тут иисус первый раз вскрывает это все говорит кто из вас без греха и они такие начинают сами думают стоп точно и тут совесть включается и они уже даст ну из-за своей совести осуждаемой совесть потому что закон не дает совесть осудить даже тебя у тебя есть жертва и тебя все нормально а тут совесть начинает осуждать и они под действием совести отходят но совесть в новом завете после смерти христа она не осуждает она оправдывает если язычник когда он живет по совести и закон настолько свят что он 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 убивает любое нарушение неважно это закон христианский закон иудейский закон мусульманский или еще какой то он свят и он работает и люди люди под законом судимы по совести по сути своей ну по закону то есть совесть она скорректирована на закон но все равно по совести и вот тут тут иисус скрывает нашу совесть и он ее трансформирует и наша совесть должна быть тоже преображена о чем и библия пишет то есть чтобы не осуждать чтобы не слышали больше крови авеля которая жаждет возмездия а мы слушали голос крови христа которая оправдывает и если раньше совесть нас говорит и плохо сделал основываясь на законе ну или там на понятие то теперь наша совесть нам говорит это не ты она не осуждает это не ты настоящий это не ты искупленный христом это не ты новый а вот это ты то есть она наоборот тебе подстегивает правильно отсказывает да да то есть вот вот это ты настоящий вот это она она имеет голос и она говорит когда ты действительно когда трансформируешь этот образ на то что передаешь до являешь образ и подобие бога вот вот этот вот это сын божий вот это правильно и дальше жить по совесть я может плохо объяснил насчет вот этого момента что под законом совесть она слепа еще она и осуждает то есть она она под законом чисто под законом да как бы по правилам добром и злом она осуждает но под законом она слепа то есть потому что есть жертва вот так там справедливость да 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 то есть без закона просто добро есть добро и зло справедливость как исаак сирин говорил что если бог справедлив я погиб я погиб меня нет шансов если если он только справедлив меня никаких шансов а закон покрывает это все он дает жертву и тебе нужна уже совесть и тем более и этим грех обретает силу вот это в принципе насчет курение это вступление длинное обещал недолго с отцом сергием обсуждали на днях тут он рассказывал о своем опыте художественном плодоносности я вспомнил тоже цитату мудреца индуса хорошо сказал что деятельность должна быть плодоносная но как определить что какие плоды сочные какие гнилые да говорил критерий это вот божьего вот настоящее вдохновение в нас работы в нас это когда ты делаешь с такой вот таким вот вдохновением как зачем думать о плодах если сам процесс столь прекрасен вот если действуешь в настроении зачем думать о плодах если сам процесс столь прекрасен вот тогда будет все получаться тогда будет прекрасные плоды когда вот именно вот охвачен любовью к процессу забываешь о плодах любишь просто сам процесс вот тогда будут самые сочные плоды это во всем живопись литература молитва что угодно точно как только вот как появляется любовь плодам даже вампилов александр драматург великий русский он говорил что нету замысла один умысел про одного там корейлиста нету замысла один умысел вот это точно зачем думать о плодах если сам процесс столь прекрасен это вот христианство тот кто что христос говорит что тот кто хочет душу свою спасти погубит ее правильно что те кто ищет тепленького местечка в царстве божьем погубит себя да и вот эти размышления эти вот как раз кифы понравились мне очень по поводу совести до совести кстати вот очень интересный вариант такой вообще вы очень интересные размышления сами тем что на самом деле вот понятие совести она порой очень различна и даже в библии даже но по-разному даже у провоков по разному да да и вот и чистый совесть добрый совесть это действительно вот в новом завете это через кровь христа только по-настоящему то надо это все гадательно тогда до этого все да это либо без совести либо ниже совести либо с какими-то вкраплениями совести до большими да 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 интересно очень да и поэтому понятно почему что закон дает силу греху потому что все принципе решаемо покупаемо обретаемо и притом тленом серебром author заплатил там и все с властолюб или все Monti любит с евро любим и слова любим покупаемо да 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 Ó ешь но люди индульгенции все и вперед пока пока как-то Mt будет закон равных это лопоклонства не явится славы до доброй ночи благословение благословений аллилуйя домашним всем привет ризникам всем радоваться и всем святым во львове радоваться улыбаться классно здорово все да как говорится обнимаю целую с богом да так это был кифа у нас епископ кифа со львова в прямом таком звездку на прямой связи с нами был да интересно да кто у нас сейчас в сети там размышлениях этот час уже подходит вот жалко я думал нажимаешь и думаю откроется оказывается нет и связь что-то нет нет связь нормально просто я думаю кто еще подключиться допустим будет видно кто именно ну ладно всем благословений господних вот хорошее размышления такие вообще и очень такие думаю плотворные потому что для жизни верующего да это иван левко да со знаком восклицания да брат это действительно очень важно очень классно вот и я благодарю бога что мы ныне не под законом а под благодатью хотя много христиан под законом но все больше и больше я так даже и по себе смотрю по верующим другим насчет все больше и больше у людей тяга к благодати значит это непреодолимая тяга потоком живой воды действительно и чтобы эта вода в нас делалась источником воды текущей в жизнь вечную слава богу ну что ж могу только сказать что как в той песне поется о благодать спасен тобой и из пучины бед был мертв чудо я живой был слеп и вижу свет слава богу да и вот эта благодать действительно вот это время третьего храма оно самое великолепное самое удивительное когда-то был передвижной храм будем договорить потом по милости господне вот соломон построил храм господу потом насчет по грехам нашим этот храм был разрушен вот потом было покаяние обращение восстановление храма вот и две тысячи лет назад началось великое чудо которая до сих пор вот не подается такому даже как бы полному осмыслению хотя мы знаем на все как бы вот из писания об этом как бы и жизни видим но человеческому уму непостижимое чудо совершилось последний храм тот второй вот восстановленный этот храм он уже доживал последние свои десятилетия последние свои годы вот и но параллельно стал созидаться новый храм за 40 лет до разрушения того второго храма начал созидаться третий храм и слава божья покинула тот второй храм даже видимым образом слушайте даже священники бы недоумевали как такое могло произойти ведь вот даже в новом завете говорится допустим что когда мессия умер на кресте то завеса в храме разорвалась огромная завеса завеса отделявшая святой святых вот я очень люблю этот мюзикл пастора вот алексея ледяева да вот разорванная завеса мюзикл его да мюзикл да но особенно ранние мюзиклы особенно завеса разорванная кто не видел еще если кто смотрит посмотрите не поленитесь не пожалеете прекрасный мюзикл там есть песни это вот такая известная очень я не хочу жить за завесой за стеною глухой мое сердце с тобой мой сын дорогой я для тебя не чужой и не очень я добрый отец я воочи родной мое сердце с тобой мой сын дорогой там вообще настолько промо нового когда упоется прям ваш вот сердце обрывается просто и вот из сам показан эпизод очень хорошо в этом мюзикле именно как вот завеса падает и вот как вот это ну чудо совершается отделявший завес она разрывается как патриарх он там рвет на себя одежду вот сам господь порвал эту завесу потому что чисто по-человечески и было невозможно порвать когда значит вот просчитали какой нужно силищу приложить чтобы до шириной в ладонь из из прессованных кож то это по тем временам это это инопланетная технология то есть действительно нет у нас на земле то тогда не было таких возможностей порвать такую завесу вот и это действительно и грохот был далеко за израилем был слышен этой порвавшейся завесы вот поэтому священники не могли списать это на несчастный случай знаете ли вот на как бы на счетом как вот фильмы порой показывают там землетрясение началось такое там обычная занавеска такая как это вполне естественно объясним ну по ну разорвалась разорвалась ну да зрелищно зрелищно красиво красиво по-своему сняты но это же не правда на самом деле правда очень жесткой конечно но в этом чуде было действительно убеждающее всех священников знамение свыше сверху ведь донизу разорвало завесы что действительно бог открывает это святое святых для человеческого рода что-то будет совсем иное иное храм слава последнего храма она произойдет славу всего того что знало человечество раньше интересно были на протяжении последних 40 лет этих пока храм существовал тот второй был целый ряд таких страшных знамений которые вот тоже показывали что все переменилось все переменилось минора храмовый семисвешник минора сама собой гасла лампады тегасли во время служений праздничных этих храмовые ворота которые были украшены там тоннами золота серебра сами собой распахивались 20 метровые только вдумайтесь 20 метров многоэтажка иначе и эти циклопские ворота и тонны золота серебра украшали все это распахивалось это не от сквозняка дамы и господа это свыше это сверх естественно много других было страшных и из таких ужасающих знамений в те годы апостол павел в те же самые годы писал общине в коринф разве не знаете что вы храм божий и дух божий живет вас разве не знаете что вы храм божий и дух божий живет вас и вот действительно это великое чудо вот этого третьего храма в которой мы живем сейчас в эту эпоху удивительная стройка двух тысячелетий из живых камней созидается и вот это вот тяга к божьей благодати вот понимание божьей благодати это естественная тяга это не знаю для это как строить там без раствора там просто камни ложить это 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 вообще то что действительно вот ну главенствующее в церкви христовой слава богу я думаю то ли еще будет еще впереди величайшая слава аминь так что благоставляю всех вас дорогие друзья у нас за часок времени кстати да мы еще запишем еще так что у нас мы уже выходим на финишную такую прямую открылась третье дыхание да 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 сейчас помолимся небольшой перерывчик сделаем минут пять меньше там даже пока это обработается вот это видео вот и продолжим еще там две части смело можем записать так что господь благословит нас спасибо боже за акифу спасибо за братьев спасибо за все кто в сети те кто подключался спасибо за те кто будет подключаться вот ну к этой записи потом уже после прямого эфира благослови господь пусть действительно даже вот то что они услышат там 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 и там касательно там свободы от грехов то насчет пусть это действительно вот как вот в тех сомнениях были высказаны вопросах чтобы это не послужило там поводом к какому-то огорчению там кого-то там самооправдание там а поводом наоборот к свободе к вящей славе господа иисуса христа слава богу и пусть действительно совершается чудо благодать господа нашего иисуса христа любовь бога отца общение святого духа пребудет со всеми нами аминь благословения господних всех вам через пару минут снова будем на связи иван левко да шалом благословений господних аллилуйя аллилуйя